Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ударил ему по кисти, выбил пистолет и затем же мушкой за шею положил его на землю, не упуская из рук оружие Система, по которой действовал Альфовец, называется русская боевая система Известная также, как система Кадочникова Стиль чем он характерен? Что он многообразен, как в диапазоне по вертикали и по горизонтали Многие аспекты этого стиля составляют государственную тайну В условиях современной войны русская боевая система оказалась не менее актуальна, чем новейшие самолеты и ракеты Действительно, это мощное оружие, которым очень сложно овладеть, но которое в отличие от обычного оружия невозможно потерять И сегодня наш фильм впервые о русской боевой системе армейского спецназа Долгое время остававшийся под грифом «Секретно» Оружие спецназа 1923 год После гражданской войны, в условиях жесточайшего голода и разрухи, Красная Армия сократилась с нескольких миллионов до 600 тысяч человек На случай отражения новой агрессии со стороны Антанты, командарм Иона Якир предложил новую стратегию возможной войны Организованное партизанское движение Партизаны-диверсанты должны были парализовывать тыл агрессора Идеи Якира нашли поддержку руководства В Белоруссии и на Украине были созданы партизанские отряды, тайные склады оружия Но партизанам требовалась система противодействия хорошо вооруженному противнику В подобной системе нуждались и чекисты, боровшиеся с городским подпольем, бандитизмом и терроризмом Тогда, при спортивном обществе «Динамо» была организована первая секция самозащиты под руководством Виктора Спиридонова Где преподавались джиу-джитсу, французская борьба, бокс Существовало два крупных направления специальной подготовки, включая рукопашный бой Это школа Ощепкова и школа Спиридонова Спиридонская школа, по нашим данным, это и есть школа, которую дальше развел Алексей Алексеевич Кадочников Школа русской боевой системы Спиридонов владел навыками разведчиков царской армии, пластунов Умевших бесшумно проникать в тыл противника и брать в плен языков Владимир Ощепков и его ученик Анатолий Харлампиев пришли к идее создания отечественной системы самообороны На основе синтеза школ Спиридонова и Ощепкова Так появилась борьба с самбо, но вместе с ней появились и проблемы В 1938 году Спиридонов, считавший себя основателем школы советских единоборств, назвал Ощепкова плагиатором НКВД отреагировало на критику в духе времени Ощепкова арестовали, приписав ему еще и шпионаж в пользу Японии Не выдержав унижения, он скончался в тюрьме от разрыва сердца Угроза нависла над всей системой самбо Но Анатолию Харлампиеву удалось созвать комиссию из выдающихся представителей советского спорта Которая доказала, что самбо является действенным оружием в руках чекистов Репрессии коснулись не только спортсменов В новую военную доктрину ведения боевых действий на территории врага партизанская война не вписалась Маршал Якир был расстрелян, в ГУЛАГ отправилось партизанское руководство Отряды расформировали, склады с оружием ликвидировали А германский вермахт именно в это время дополнил свою доктрину Блицкрига советской тактикой диверсии в тылу противника Успешные захваты диверсантами мостов и фортов Голландии и Бельгии Предопределили успех наступления на Францию Еще до 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза Пробрались тысячи диверсантов, переодетых в форму красноармейцев Их действия против штабов и линий связи дезорганизовывали тыл Красной Армии Вскоре немецкие войска захватили склады оружия Порой красноармейцам приходилось вступать в бой с голыми руками против танков Я тоже поднялся, побежал От танка Ему, видимо, танкистам хотелось, очень хотелось меня раздавить И вот на счастье, сейчас даже перекрещусь, дай бог Пехотинцу, который вырыл маленький окопчик Я впрыгнул в этот окопчик и скачу лицей как только мог Красной Армии пришлось отступать на всех фронтах В этот момент руководство страны вспомнило о доктрине партизанской войны 29 июня 1941 года Директивы партийным и советским организациям при фронтовых областей Секретно Пункт 5 В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы Для борьбы с частями вражеской армии Для разжигания партизанской войны всюду и везде Для взрыва мостов, дорог, порчи связи Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКПБ Сталин В партизаны уходили целыми деревнями Но плохо подготовленные отряды быстро становились жертвами и карателей Пришлось вернуть из заключения партизанских командиров 7 ноября 1941 года на параде среди дивизий народного ополчения По Красной площади прошла отдельная мотострелковая бригада особого назначения Омсбон Бригада была укомплектована бывшими заключенными и спортсменами из общества Динамо Чемпионами по борьбе, боксу, стрельбе, лыжам Прямо с парада бойцы направились в тыл врага Подрывая железные дороги, устраивая засады Омсбон уничтожил почти 140 тысяч фашистов Потери бригады составили всего 600 человек Без специальной подготовки такой успех был невозможен Я не вооружен, у него карабин немецкий Наступаешь на ступни, бьешь по коленке Дикая, конечно, боль у этого человека Такая была подготовка Оценив эффективность партизанской войны Немцы организовали сеть диверсионных школ, укомплектованных изменниками Родины Фашистам удалось развернуть националистические и повстанческие движения на Западной Украине, Прибалтике По плану Кавказ были созданы бандформирования в Кабарде, Калмыкии и Чеченной Ингушетии Для борьбы с диверсантами и бандитами в 1942 году был сформирован СМЕРШ В борьбе со СМЕРШем Германия потеряла 4 пятых своих агентов и диверсантов Чтобы получать информацию об агентурной сети, диверсантов требовалось брать живыми Для этого использовался особый стиль НКВД И были организованы особые группы для ведения разведки и взятия языков Вот мы выбрали хорошего-хорошего немца Крепкий, такой здоровый, тащили его рыжие волосы Он вырвался и бежал И вот, вы знаете, бежит немец А я за ним Он бежит, я за ним Я кинулся к нему, хватаю прием, начинаю душить Он меня вот так вот поднял И чешет Я думаю, ни черта себе матроса привели Это, вы знаете, я испугался И главное, в эти моменты Причем прошла вся жизнь, как на киноленте Я слышу И вот такое, знаете, чешто Это Жора, мой Жора, который выросил меня, дал ему подножку И, короче, мы приволокли этого немца В 1952 году Во время учений Ленинградского военного округа Против ракетной бригады Впервые действовала особая разведывательно-диверсионная группа Из восьми человек Вскоре на штабе и ракетных установках Появились знаки «Заминировано» Разведчики не только всюду проникали незамеченными Но даже ухитрялись получать обеды На полевой кухне ракетной бригады Это были особые разведчики Бойцы спецназа ГРУ Созданного 24 октября 1950 года Этот момент был в самом начале Это 50-е годы Когда были, то и проходили Какую-то определенную подготовку Как и в каждое время 1953 год Хрущев взял курс на резкое сокращение армии В том числе спецназа Рукопашный бой В атомную эпоху казался анахронизм Опытных инструкторов уволили Взяв подписку никогда не демонстрировать свое боевое искусство Через три года на побережье Кубы Высадился десант во главе с Фиделем Кастро С целью развернуть партизанскую войну Против диктатуры Батисты В Вашингтоне не верили, что горстка смельчаков Сможет противостоять регулярной армии Но 1 января 1959 года Повстанцы вступили в Гавану Вскоре Президент США Джон Кеннеди Одобрил инициативу военных По созданию антипартизанских сил Более известных как «Зеленые береты» Армии мира Охватил бум по созданию спецподразделений Одни группы Готовили для диверсии и организации Партизанской войны Другие для борьбы с диверсантами Когда роман Богомолова В августе 1944-го вышел в свет Председатель КГБ Юрий Андропов Решил наградить героев СМЕРШа Описанных в книге Но у каждого из них оказалось По несколько прототипов А многих просто не было в живых А что с методикой подготовки Спросил Андропов Ему доложили, что знаменитый стиль НКВД утрачен Тогда глава КГБ КГБ приказал создать спецподразделения На основе мирового опыта Это были Гром и Зенит Предшественники знаменитой Альфы 1979 год Гром и Зенит Отличились при захвате Дворца президента Афганистана Амина Операцию спланировал Полковник Гру Калесник Проведенный совместно спецназами КГБ и Гру Молниеносный захват руководства страны Позволил советским войскам Почти без потерь занять Афганистан Но в дальнейшем Специальные подразделения Столкнулись с ожесточенным сопротивлением Воинственных горцев Вся жизнь которых Была проверкой на умение воевать и выживать В середине 80-х годов Большая часть разрозненных отрядов душманов Была нейтрализована Тогда инструкторы ЦРУ Прибегли к испытанной стратегии Организованной партизанской войне 6 сентября 1985 года Ленгли, штат Вирджиния Директору ЦРУ особо секретно Об исполнении директивы номер 166 По национальной безопасности США В Пакистане создается сеть тренировочных лагерей И диверсионных баз для афганских повстанцев Под ходовым названием Аль-Каида Именно тогда советский спецназ Впервые столкнулся с качественно новым врагом Подготовленным по методикам зеленых беретов А в начале 1986 года Начальник генерального штаба Ахрамеев Сделал выговор начальнику ГРУ Ивашутину За то, что пятилетний опыт войны в Афганистане Не обобщается Уже на следующий день Ивашутин издал соответствующий приказ Подробный анализ боевых операций показал Что бойцы спецподразделений КГБ Превосходят в индивидуальной подготовке спецназовцев ГРУ Посмотреть даже с 1938 года наставления по физической подготовке Они выхолощены настолько Что можно будет просто невооруженным взглядом Отметить насколько, как она сдвигалась И в какую сторону Основой подготовки спецназа тогда были бокс-самбо-гири Энтузиасты занимались каратэ Популярным среди команды всего мира Но малопригодным в современном бою Когда дошло дело до практики Мне ни разу не пришлось применить прием каратэ Ни разу не пришлось применить прием бокса Как ни странно Возрождать систему подготовки спецназа Поручили ракетчикам Это на первый взгляд странное решение Объяснялось просто На вооружение стратегических сил Недавно поступили сверхсекретные мобильные комплексы Пионер Со стратегическими ракетами Нуждавшимися в особых методах охраны Особенно от диверсантов и террористов Для этого При Краснодарском командно-инженерном училище ракетных войск Был создан исследовательский центр Практику рукопашного боя Там преподавал Алексей Алексеевич Кадочников Более 30 лет изучавший методики спецназа И создавший свой стиль борьбы К сожалению Если по рукопашке хоть что-то сохранилось По применению оружия Практически ничего не осталось Нам пришлось очень много делать Восстанавливать По крохам собирать Встречаться с ветеранами войны В нашем фильме Вы впервые увидите уникальные кадры работы Краснодарского центра Который возглавил полковник ГРУ Сергей Вишневецкий Он был у нас главным организатором Всей этой нашей идеи Он вел ее Он всегда ее курировал, лелеял Вишневецкий пришел к выводу Что необходимо создать новую систему И добился начала научно-исследовательских работ Исследовались биомеханика и кинематика движений бойца Человек предстал сложной машиной Системой рычагов, сочленений, векторов силы Если есть точка опоры и есть плечо Можно работать А когда нет ни точки опоры, ни плеча, ни силы Тогда как же мы можем все это соединять? В основу системы был положен принцип максимальной экономии сил Представьте себе бойца спецподразделения Который выходит на боевую задачу Вот Пробежал он 30 километров Да для него это рукопашка будет лишь какая-то часть Частичка выполнения боевой задачи Согласно законам физики Наиболее экономичным движением является волна Есть хорошее определение Волна это перенос энергии без перемещения массы Научный анализ позволил отойти от основной методики единоборств Наработки эффективных приемов У нас нет такого понятия как прием У нас есть понятие такое как действие или упражнение На уровень подсознания забивается алгоритм анализа ситуации Алгоритм ее просчета и выработки оптимального решения Четкое понимание ситуации позволяет бойцу решающий момент Перехватить инициативу противника Чтобы заставить враждебную для тебя систему Двигаться по твоим законам А это и есть победа Ты должен вступить в жесткое взаимодействие этой системы И подчинить движение и существование этой системы Твоим задачам Повязка на глазах это не цирковой трюк А суровая необходимость Рукопашный бой чаще всего завязывается в условиях плохой видимости При этом волновые движения базовые системы Они используются как для атаки Так и для уклонения от противника Перемещения и стрельбы Только комплекс в подготовке Поможет ему, в общем-то, решить задачи, возникшие в какой-то сложной ситуации Это стрельба, это рукопашный бой Это и какие-то психологические упражнения очень важные Это и маскировка, это и выживание, и дыхание Специалисты русской боевой системы Используя ее основные принципы Сумели привнести много нового в методику стрельбы Казалось бы, простое действие Снарядить магазин пистолета Но в бою, не теряя возможности введения огня и перемещения Сделать это крайне сложно Многие специалисты не один год ломали голову над этой проблемой Так, по одной из методик Необходимо присесть Прижать магазин к ноге Одновременно удерживая пистолет в руке Я попробовал, и у меня получилось это крайне сложно Специалисты РБС предложили гениальную по своей простоте идею Пистолет удерживается всего одним пальцем Руки снаряжают магазин Глаза оценивают обстановку В случае необходимости огонь можно открывать немедленно Новые методы позволили во время движения поражать перемещающегося противника из огнестрельного оружия Такую технику в мире демонстрируют единицы А русская боевая система позволяет подготовить стрелка за пару недель Мы можем давать и показывать результаты Ну, в общем-то, которые даже в голливудском фильме не увидишь Можно стрелять в полете, в прыжке, в кувырке Но, естественно, более реально Можно и ножи метать, и с завязанными глазами Умение вести прицельную стрельбу в темноте проверяется на экзаменах Один из встающих ему досталось самое сложное упражнение Он должен был зайти в темный тир Выйти на огневой рубеж, там, не нашумев, не проголдев И обстрелять развешанные в неизвестном порядке Дремеши, когда зажегся свет после выполнения упражнения Первая мысль, которая была у меня, я его учила Я это повторить не смогу Руководитель после сказал Ну, ладно, ребята, это я все уже посмотрел А теперь покажите что-нибудь новенькое Хотите новенького, на тебе новенькое Показ вызвал бурный хохот Потом, когда подошли к мишеням Легкое удивление, так он еще и попал Изучение психологии боя Открыло в человеке невероятные возможности Освоивший систему Может чувствовать невидимую угрозу И при помощи энергетического импульса Поражать противника, не вступая с ним в контакт Сергей Вишневецкий прекрасно владел И методами классической психологии Например, новичкам он предлагал нарисовать пейзаж Когда приходит человек Прошедший и огни, и воды И зачастую медные трубы И готовится просто в очередной раз Сильно стреляет, очень много и очень интенсивно Когда его сажают за мольберт То у него происходит достаточно сильный стресс Положительный стресс И раскрытие его возможностей Расширение взгляда на мир Что очень важно именно в этой подготовке Военное руководство высоко оценило работу группы Вишневецкого В 1994 году русская боевая система была принята на вооружение Она получила имя кадочника Знак признания заслуг ветерана спецназа Сохранения и развития традиций русского рукопашного боя Алексей Алексеевич, скажем так Это наше знамя, флаг Это мастер Мастер с большой буквы Этим все сказано Если бы не он этого, этого бы просто не было Пока бьется мое сердце Я буду находиться именно там, где я сейчас нахожусь И буду стараться, чтобы было внесено то, что я имею В середине 90-х годов начавшиеся боевые действия в Чечне Показали, что афганский опыт русской армии практически забыл Чеченцы, считающиеся самым воинственным народом Кавказа Начали партизанскую войну против регулярных войск Вхождение в измененное состояние сознания у них развито достаточно Ну, будем говорить, на древнем уровне, но достаточно эффективно Сейчас вы видите кадры теракта, снятые оператором боевиков Машину со взброчаткой ведет фанатик-смертник Оператор не комментирует действия Он шепчет молитвы Для устрашения русских солдат боевики шли на средневековое изверство В психологическом плане они были намного выше нас подготовлены Мы, по сути, не были готовы к той войне, к той крови, которая пойдет И именно в этом плане они переигрывали И тогда военное руководство обратилось к системе Кадочникова Поступил заказ разработать некоторые методики ведения ближнего боя в городских условиях Мы поняли, что надо применять новые навыки стрельбы Надо быть готовым к ближнему бою Бою молниеносному, бою крайне жестокому И главное, психологически быть к нему готовым И это действительно помогает выжить Очень скоро русская боевая система доказала свою эффективность Бойцы спецподразделений, прошедшие подготовку по системе Кадочникова Неизменно выходили из боя победителями Это был достойный ответ фанатикам Человек, по сути, своей хищник Выросший в природе Причем один из самых сильных хищников Если выпускать определенные аспекты этого хищника Это будет только на пользу Нельзя просто животное из себя выпускать Оставаться человеком нужно С прекращением активных боевых действий в Чечне Сложилось мнение, что специальная подготовка спецназу ГРУ больше не нужна Научный центр РБС сократили до небольшой тренировочной группы Отголоски слухов, скажем так, о возможном закрытии центров Резко обострили до того непростую ситуацию В подготовке и в жизни Сергея Вишневского Тяжело, конечно, разговаривать о человеке Зарушил, заслуженный, очень заслуженный человек Сами эти направления деятельности, которые он изучал Их можно характеризовать как бездну И ушел он, видимо, тоже неспроста Но даже сама смерть и закрытие центра РБС Оказались невластны над делом, которому Сергей Вишневенский посвятил свою жизнь Все, кто у нас занимался, воюют уже достаточно долго Когда они приезжают к нам, обычно первые слова Ребят, спасибо за подготовку Она меня спасла Она мне выручила А так жалко, обидно Конечно, есть надежда Мы этого не уволяем Надеемся на это Будем надеяться и ждать В 80-е годы в США возник проект солдат 21 века Считалось, что высокоточные средства разведки и уничтожения Могут решить стоящие перед спецназом задачи На изучение рукопашного боя Американским спецназовцам отводилось всего 16 часов Но в 2003 году молниеносная кампания американцев и их союзников Против режима Саддама Хусейна Переросла в изнурительную борьбу с повстанцами Стало очевидным, что навыки рукопашного боя спецназу по-прежнему необходимы Сегодня, когда угроза терроризма нависла над миром Именно создателями русской боевой системы Разработана уникальная методика обезвреживания людей, заряженных смертью Эта система просто необходима Армейский рукопашный бой Система кадочников Они должны просто идти параллельно Развиваться, совершенствоваться И помогать нам, вооруженным силам Профессионалы знают Подготовленного диверсанта Может остановить только специально обученный боец Сегодня войска специального назначения Стали главной ударной силой в борьбе с терроризмом Но, к сожалению, иногда террористы бывают лучше вооружены, чем бойцы спецподразделений В этих условиях именно русская боевая система может стать тем оружием Которое позволит спецназу одержать победу в этой войне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова